Я рисовал картину, чтобы она помогала всем, кто болеет коронавирусом. На ней нарисована радуга на холмике, на котором играют зайчаты с собакой. Это рука, протягивающая иероглиф «Любовь». Ты бы хотела, чтобы этот вирус исчез? Конечно. Через свои рисунки дети передавали слова поддержки китайскому народу. Во Владивостоке прошла акция «Рука об руку, сердце к сердцу», посвященная борьбе с коронавирусом. Десятки детей старательно изображали цветы, радугу и животных. Дети – это лекарства, дети – это эмоции, дети – это улыбки. Рисунки, которые они рисуют, мы сможем, самое главное, не просто донести их, показать их Китаю, мы сможем повесить их в палатах больных, мы сможем эти рисунки отдать врачам, чтобы подбодрить их. Каждый рисунок – обращение к китайскому народу, своего рода поддержка китайских врачей и их пациентов. В акции приняли участие школы, художественные студии, университеты. Болезнь коронавирус никого не оставила равнодушным. Дети наши желают скорейшего выздоровления, победы над вирусом, а врачам, которые борются с пациентами, скорейшего возвращения в свои семьи. Эту работу мы сделали всем классам. Девиз, акции – рука к руке, сердце к сердцу. К этому рисунку каждый прилавил свою руку. В знак поддержки китайских врачей и китайских жителей мы всем желаем врачам терпения, а жителям, конечно же, выздоровления. Свои слова благодарности детям высказал и генеральный консул КНР во Владивостоке. Он лично наблюдал, как дети создавали свои рисунки. Действительно ощущаю поддержку со стороны российского народа и со стороны населения Приморского края. Эта поддержка для нас очень-очень важна. Очень благодарны, очень тронуты ваши поддержки. Все рисунки, а их количество измеряется в сотнях, отправятся в Китай врачам и больным. Дети верят, что благодаря картинам у жителей Поднебесной появятся дополнительные силы и настрой на борьбу с болезнью. Дмитрий Беломеснов, Денис Фадеев. Новости на восьмом. Новости на восьмом.